Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск телевизионного и партийального обозрения. В сегодняшнем выпуске вы увидите 10 декабря Православная Церковь чтит образ Божьей Матери, именуемый Знамени. Святой апостол Андрей Первозванный, первый ученик Спасителя. Мы побываем в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Гребеннике Одесской области. Подробнее в нашем выпуске. 10 декабря, в день памяти иконы Божьей Матери Знамени, высокопреосвященнейший агофангел митрополит Одесский Измаильский совершил божественную литургию в храме в честь иконы Божьей Матери Знамени Курская Коренная при Одесском Институте Финансов. Церковь и наука – это два крыла, которые существуют вместе на протяжении всей истории человечества. В современной Одесской епархии есть множество светских учебных заведений, на территории которых расположены храмы. Взять, например, Одесский Институт Финансов. В нем находится церковь в честь иконы Божьей Матери Курская Коренная Знамени, память которой 10 декабря. Дабы разделить радость, наполняющую сердца прихожан этого духовного маяка в престольный праздник, сюда прибыл владыка Агофангел. Едиными устами, единым сердцем он вместе с духовенством и людьми вознесли молитвы Пресвятой Богородице. Серьезно поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником в честь иконы Божьей Матери Знамени, с престольным праздником этого святого храма. Курская Коренная Икона Божьей Матери, по преданию была найдена 21 сентября 1295 года, недалеко от сожженного татарами Курска. Она принадлежит к иконописному типу оранта, которое переводится как «знамение». Богоматерь изображается с раскинутыми в стороны руками и раскрытыми ладонями наружу. Это традиционный жест заступнической молитвы. Оригинал этого образа в настоящее время находится за границей, а именно в Знаменском соборе Нью-Йорка. Общаясь с прихожанами Одесского храма в честь этой иконы Божьей Матери, понимаешь то, что для них престольный праздник – это своего рода Малая Пасха. Это такое событие, от которого чувства переполняют сердце, и не хватает слов рассказать об этом. Сегодня праздник явления иконы Курска Знамена. Для нас, в общем-то, этот праздник такой радостный. Несмотря на то, что у нас храм небольшой здесь, сегодня было достаточно народу, заполнили полностью всю церковь. И, конечно же, с приездом нашего владыка Агафангела мы все были очень довольны, радостны, и это придало еще больше торжественности, величия нашему светлому празднику. Сегодня мы переживаем нелегкое время. Но, взирая на все образы Пресвятой Богородицы, понимаешь одно – она нам показала очень много примеров того, как нужно сохранять в своем сердце самое важное качество, которое делает нас людьми. Оно нам известно и слышимое его каждый день. Это любовь, искренняя любовь. Без нее наше сердце не охладеет. Мы научимся прощать друг другу, перестанем относиться со злобой в сердце друг к другу. Пресвятая Богородица видела, как на кресте умирает ее единственный сын за каждого из нас. Но ее сердце не объяла тьма. Там всегда горел неугасимый огонь веры и любви. Мне кажется, у каждого прошения свои. Есть личные, а общие, наверное, прошения. Мне кажется, что сегодня многие люди просят о мире, нашей стране, о благополучии, о том, чтобы прекратились всякие человеческие распри, вражда. Потому что это самое главное для Богородицы нашей, чтобы между нами была любовь. Но каждый раз, когда мы приходим в тот или иной храм для молитвы и обращаемся ко святым образом Богородицы, она не дает нам угаснуть духовно. В своем молитвенном заступничестве преснодево просит за каждого из нас своего сына. Ведь у нас очень много прошений. Иногда нам кажется, что они не исполнятся. Мы начинаем отчаиваться и искать виновника в наших проблемах. Но самый главный виновник – это мы. Нам просто не хватает веры в то, что для Господа нет ничего невозможного. Нужно лишь немного приложить усилий и не дать угаснуть огоньку веры в нашем сердце. Ведь вера помогает нам выстоять в самые трудные времена. И именно эта неугасимая сила в нашем сердце, вместе с молитвой, обращенной к заступнице нашего рода, поможет пройти нелегкие пути жизни, не потерять те духовные качества, которые делают нас людьми, и прийти в тихую гавань к своему Богу и Создателю. 12 декабря Православная Церковь чествовала одного из самых ярких светильников веры и благочестия святого апостола Андрея Первозванного. Первый ученик Спасителя, он навеки остался в летописи Святаго Евангелия благодаря своему проповедническому подвигу, пламенному горению веры и любви ко Христу. Святой апостол Андрей Первозванный первым пророчествовал о появлении на киевских кручах Великого Православного Града Киева. Мы хотим напомнить историю жизни святого, как вечный пример подвижничества и самоотреченного служения Богу. Святой Андрей и его брат Симон, Святой Петр, были галилейскими рыбаками. Еще в юности Андрей решил посвятить себя служению Богу. Сохраняя целое мудро, он отказался вступить в брак, а услышав о том, что на реке Иордан Иоанн Претеча проповедует о приходе Мессии, Андрей отправился к нему и вскоре стал ближайшим учеником Иоанна Крестителя. Святой Андрей назван первозванным, потому что был призван первым из апостолов и учеников Иисуса Христа. До последнего дня земного пути Спасителя следовал за ним его первозванный апостол. После крестной гибели Господа Святой Андрей стал свидетелем воскресения Христова, а через 50 дней после воскресения в Берусалиме произошло чудо – сошествие Святого Духа в виде огненных языков на апостолов. Так, вдохновляемые Духом Божьим, апостолы получили дар исцелять, пророчествовать и способность говорить на разных наречиях о великих делах Господа. Ученики Иисуса разделяли между собой страны, куда должны были нести евангельскую проповедь. Святому Андрею по жеребию выпали обширные земли до Черного моря и Дуная. Всюду, где проповедовал святой апостол Андрей, его преследовали жестокие гонения властей. Но, как говорит предание, благодатью своего учителя Андрей всегда оказывался здоровым и целым отран. Дойдя до Херсона и основав там церковь, святой Андрей отправился по реке Днепр до места, где стоит теперь Киев. Апостол пророчествовал, что на этих горах воссияет благодать Божья, и будет здесь великий город, где Господь воздвигнет много церквей и просветит святым крещением всю эту землю. Возвратившись в Грецию своим подвижническим подвигом, апостол навлек на себя гнев и ненависть местного правителя Егиата, и тот приговорил его к распятию на кресте. Святой Андрей, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Святого апостола Андрея Первозванного высоко почитает православная церковь. В духовной школе его считают своим святым заступником и покровителем. Сегодня возрождается и строится много храмов и монастырей. Наше время возводит духовные очаги для будущих поколений, где они будут укрепляться в вере, любви, будут воспитываться духовно. Об одном из таких храмов, храм в честь Рождества Престой Богородицы в селе Гребеники Одесской области, расскажет студент Одесского духовного семинара Сергей Гавриленко. Советское время. Тяжкое время в истории современного православия. Сотни закрытых монастырей, тысячи разрушенных храмов, множество распятых человеческих душ. Казалось, наступил конец эре христианства. Но всемилостивый Господь своим ученикам и всем нам сказал замечательные слова «Создам церковь мою, и врата адовы не одолеют и я». Действительно, сколько было выпущено стрел, роженных ненавистью, убийством и смертью со стороны Лукавого. Но церковь Христова выдержала, и наступило благодатное время возрождения потерянных святынь. Ярким примером является и эта церковь в честь Рождества Престой Богородицы, расположенная в селе Гребеники Одесской области, которая по благословению Высокопреосвященнейшего Алексея, архиепископа Балтского и Ананевского, 29 ноября этого года была освящена благочинным храмом Великомихайловского округа протереем Николаем Чулеем, сослужение настоятеля протерея Андрея Руснака, духовенства и прихожан. Это действительно исторический день в жизни села. Этого события мы ждали очень долго, чтобы храм вновь восстановился, потому что мало кто верил, что вообще храм можно будет восстановить. Но храм восстановился, и Господь Бог сподобил сегодня, чтобы он был освящен, чтобы были вложены мощи святого Николая, великомученика Искровского, священномученика Искровского. И так с милостью Божией надеемся, что Господь все-таки дарует людям больше любви, больше разумения для того, чтобы они посещали храм побольше, побольше молились. Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, села Гребенники, Великомихайловского района Одесской области, была освящена в 1827 году. Она была домового типа, но так как село находилось неподалеку от города Террасполя, жители захотели большую церковь. Спустя годы, а именно в 1912 году, на месте ветхой церквушки был освящен и построен храм, уже в той силе и красоте, которая позволила ему сохраниться до наших дней. Из свидетельства Кишиневских ипархиальных ведомостей, в 1906 году в селе Гребенники было чудесное явление преподобного Серафима Саровского, который исцелил девочку и поднял ее на ноги, в то время как она была уже при смерти. Во время нагонений на православную церковь при советской власти, та же советская власть забрала храм и обустроила в нем дом культуры. Это произошло в 1935 году. Храм подвергли разрушению. Снесли колокольню с колоколами, снесли башню с куполами и крестами. С фасада храма были сбиты все кресты из крепичной кладки. Внутри, поверх росписи, оштукатурены стены и выровнены потолки. Постарались сделать все для того, чтобы ничего не напоминало о принадлежности здания к святому храму. На месте, где был алтарь, соорудили сцену, повесили экран и устраивали танцы пляски и просмотры кинофильмов. В 2000 году сельской радой было выделено во временное пользование маленькая комнатка в южной части Дома культуры для проведения церковной службы. После просмотров кинофильмов и танцев, некоторые люди часто устраивали пьянки, оставляя следы своих злодеяний прямо на ступеньках лестницы, ведущей ту самую маленькую комнатку, где ютилась молитвия православная церковь. Божьей милостью, молитвами и трудами настоятеля храма и помощи православных людей, в январе 2009 года, спустя 74 года, храм был полностью возвращен Украинской Православной Церкви. Великая радость вселилась в души и сердца людей, которые молились и праздновали Рождество Христово этого же года, уже в основном здании храма, где вместо сцены для танцев перед людьми пристал алтарь с престолом Божьим, которому они смогли поклониться до земли. Очень большой храм был построен нашими дедами и прадедами для того, чтобы мы сегодня ходили сюда, в этот храм, и молились Богу, потому что без Бога мы просто очень маленькие люди на этой земле. Так что хочется верить в то, что церковь будет наша возрождаться. Очень много планов еще надо и ставить и купола, и снаружи очень много работы есть. Но с Божьей помощью, я думаю, что все у нас будет сделано. И потихонечку мы все-таки восстановим этот храм, в котором будем ходить, молиться Господу Богу, нашему Иисусу Христу. Действительно, это величественный храм. Много чего сделано в сторону его возрождения. Но предстоит еще пройти нелегкие испытания, дабы вернуть ему былую славу и красоту. А мы надеемся, что по молитвам Пресвятой Богородицы этот духовный маяк вновь засияет. И своим светом будет привлекать к себе не только сердца тех людей, предки которых воздвигли такую святыню, но и просвещать души светом любви Христовой каждого человека, приходящего в этот храм. Программу продолжит актуальное интервью. Я передаю слово студенту Одесской духовной семинарии и прощаюсь с вами. Мира, добра, благополучия вам. Всего доброго! Здравствуйте, дорогие телезрители! 13 декабря, день памяти святого апостола Андрея Первозванного, уже по сложившейся традиции Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил чин пострижения в оччеса воспитанников 4-го курса Одесской духовной семинарии. Так что это за чин? Какая его история? Об этом и о других вопросах мы сегодня поговорим в нашей программе с проректором Одесской духовной семинарии, протеереем Андреем Николаиде. Отец Андрей, добрый день! Добрый день! Отец Андрей, расскажите, пожалуйста, что это за чин и какая его история становления? Дело в том, что, основывая Святую Православную Церковь, Господь избирает отдельных людей на служение этой Церкви. Для чего? Для того, чтобы не было анархии, для того, чтобы не было искушения кому-то занять какую-то должность и управлять. Господь поставляет людей, которых Он сам избирает. Этих людей мы называем апостолами. Апостолы избирают своих преемников, мужей апостольских, епископов, пресфитеров, и говорят, что именно их поставил Дух Святой пости Церковь, которую сам Господь сержал Своей кровью. Это слова святого апостола Павла. Когда христианские общины стали увеличиваться, умножаться, конечно, возникла необходимость в разного рода служения, в разного рода декании. Тогда были избраны и диаконы, которые заботились о бедных и помогали епископам и священникам при совершении богослужения. И именно в это время начал формироваться церковный клир. То есть люди, которые не получили еще посвящения в священной степени, не стали частью церковной иерархии, но в то же самое время были призваны для совершения особого служения во время богослужений. Это были околуфы, то есть привратники, которые смотрели за дверями для того, чтобы в евхаристические собрания не ворвались язычники, не помешали совершению богослужения. Это были чтецы, которые читали за богослужением. Это были священосцы, или как мы их сейчас называем, панамари, которые смотрели за порядком и помогали при совершении богослужения священникам и деканам. И это, конечно же, были и подьяконы, которые помогали дьяконам в совершении их служения. Со временем эти все должности сформировались как особые чины. И каждый человек, занимающий такую должность, принадлежащую к этому чину, уже входил в состав церковного клира, то есть людей, избранных на служение Богу. Само слово «клир» означает «жребий». То есть человек не просто так приходит в храм, а по особому жребию, по особому промыслу Божию совершает то или иное служение в православной церкви. Сейчас в православной церкви существует чин поставления в очтеца, чин поставления в и подьякона, чин поставления в панамарнице, то есть посвящение тех монахинь, которые долгое время живут в монастыре и несут послушание алтарнице. Диспроектора, мало кто из современных людей знает, что к священству ведут подготовительные ступени, такие как чечец и подьякон. Вот в связи с чем возникает такая градация и зачем она нужна? Ну, сам Господь сказал своим ученикам, кто был верен в малом, только тот может быть верен в великом. И для того, чтобы человек взошел на какую-то степень церковной иерархии, ему нужно пройти подготовку. Эта подготовка заключается не только в посещении лекций в духовной семинарии, в изучении основ православного богослужения, но и в деятельном участии в богослужении, в самом богослужении. Конечно же, необходимо пройти все степени посвящения в клир, начиная с младшей. Это канонические установления церкви. Их никто никогда не пересматривает и никто никогда не думает отменять, потому что в этом существует своя очень правильная логика. Нельзя стать старшим мастером, не побыв немножко мастером. Нельзя получить какую-то должность, не пройдя все подготовительные должности, точно так же и в церкви. Нельзя приступить к более ответственному служению священника, пастыря, руководителя храма, руководителя церковного богослужения, духовника, не пройдя посвящение и служение в нижних степенях, которые тоже ответственны и тоже требуют особой ревности, особого служения Господу. А может ли сейчас не становиться священником? Конечно, может. В принципе, не предполагается, что чтец обязательно станет священником. Но этот момент, чин поставления его чтеца, это уже момент вступления такого человека на служение, на особое служение церкви, момент вступления в клир. И на чтеца, как и на клирика, распространяются все канонические требования для человека, который избран на служение Богу. Человек, принявший посвящение во чтеца, не обязательно должен стать священником. Он может оставаться чтецом, может принять посвящение в диаконскую степень, до конца жизни быть диаконом, прославляя Бога своим пением и призывая верующих в молитве. Он может оставаться просто чтецом и участвовать в богослужении по мере своих сил и способностей. Мы должны понять, что каждая ступенька в иерархии — это не просто продвижение по какой-то карьерной лестнице, это прежде всего особое призвание, отсюда клир, жребий, призвание, особое призвание на особое служение. И это не какой-то подчёт, это не какое-то уважение, а это особое именно служение. И каждый человек, который вступает в клир, он должен понимать, что это не слава, это не достоинство, это не богатство, а подарок самого себя Господу, принесение самого себя в жертву Господу ради служения в Святой Церкви. Есть в этом призвании какой-то духовный смысл или это просто какое-то символическое действие? Конечно, есть и духовный смысл, есть и смысл канонический. Человек, призванный на служение в Церкви, приходит к этому служению не сам. Сам Господь, говоря об этом, сказал, не вы меня избрали, но я вас избрал. Следовательно, человек, который принимает на себя обязанность клирика, становится членом церковного клира, он пришёл к этому не сам, но будучи призван от самого Господа. Естественно, это вступление в клир возлагает на него особые обязанности, как обязанности духовные, так и обязанности канонические. Церковь с особой ревностью относится к духовной жизни тех людей, которые избраны в клир, и, естественно, на клириков возлагаются особые обязанности в соблюдении нравственных требований Церкви. Вот уже по сложившейся традиции в Одесской духовной семинарии, каждый год над студентами 4-го курса происходит чин пострижания ващеца. Откуда идёт вот эта традиция именно над студентами 4-го, не 3-го курса? Ну, каждый человек, приходящий для обучения в духовную семинарию, в принципе, уже услышал в глубине своего сердца, услышал внутри себя призыв Господа, призыв к служению Церкви. Естественно, целью его образования в духовной семинарии является именно такое служение. Поэтому, если человек ещё не определился в своей жизни, если человек ещё не избрал для себя путь семейной жизни, либо путь отречения от всего и путь монашества, он ещё не может принять священный сан, ещё не может стать священником. Ну, это связано, прежде всего, с тем, что в семинарию часто приходят уже после окончания школы, и к моменту окончания семинарии молодые люди ещё не могут определиться в своей жизни, являются ещё слишком юными для принятия такого ответственного решения, для принятия священного сада. Но, конечно же, они должны стать служителями Церкви. И именно к моменту окончания своего обучения в семинарии они принимаются Церковью в состав клира, они становятся клириками Церкви, и это совершается в момент пострижения их в очтеца. Вот из своего личного опыта, как Вы переживали свой постриг? Какие-то чувства наполняли Ваше сердце? Ну, это не каждый год же совершается, не каждый день. Чин поставления в очтеца над человеком совершается один раз в жизни. И, естественно, момент, когда на Тебя первый раз возлагают белую филоньку, краткую филоньку, момент, когда Ты первый раз уже законно облекаешься в стихарь, когда святительская десница касается Твоей главы и произносит сакраментальные слова, «Благословен Господь, вот стал раб Божий», называется имя человека, чтец Святейшей Церкви Божией. В этот момент душа наполняется особого благоговения, потому что ты понимаешь, что ты вступил уже в состав церковного клира, что исполнилась твоя мечта, исполнилась твоей молитвы, и ты уже действительно стал служителем Церкви. Но в то же самое время ты переживаешь собственную немощь, собственные недостоинства, потому что каждый человек, который искренне служит Богу, он понимает, что его человеческих сил, его знаний, его умений, его навыков не хватает для того, чтобы достойно пройти то великое служение, которому призывает Господь. И это осознание всегда соединяется с молитвой, с молитвой к Богу, который призвал к этому служению, к Богу, который невидимо стоит в храме и сам совершает хиротесию, с молитвой о помиловании, о даровании благодатной помощи, с молитвой о том, чтобы Господь всегда поддерживал и укреплял в этом служении, служении чтеца и в тех служениях, если Господь сподобит, которые предстоит пройти. Вот Вы только что упомянули слово такое, как хиротесия. Что это означает? Само слово хиротесия, это греческое слово, означает руковозложение. Именно таким термином в православной литургике, в богослужении обозначается чин поставления в низшей степени церковнослужителя, в то время как чин поставления в высшей степени священства, в дьяконы, в священники, в епископы, обозначается словом хиротония, рукоположение. Нужна ли какая-то подготовка к этому чину и требует он что-то взамен? Подготовка к любому священнодействию в церкви нужна. Это подготовка духовная, это молитва, это пост. Не случайно воспитанники семинарий, как и любой человек, который принимает посвящение в чтеца, он в момент посвящения, после посвящения, приступает к Таинству Евхаристии, причащается, потому что, по слову Симеона Солунского, Евхаристия является печатью всякого таинства. Конечно, перед принятием посвящения в чтеца требуется исповедь от человека, и с этого момента он становится уже человеком Божиим. Чтец должен вести богоугодную жизнь, чтец должен помнить о тех моральных, этических требованиях, которые предъявляются к нему как к члену Клира Православной Церкви. Чтец должен совершенствоваться, потому что любой человек, который стоит на месте, он катится вниз. Необходимо каждый день читать священные писания, необходимо деятельно участвовать в богослужении, а не быть просто прикажанином. И надо помнить, что в этот момент мы продаем свою жизнь в руки того, кого мы называем своим подвигоположником и великим архиереем грядущих благ в руки Божьей. Отец Андрей, спасибо Вас, Господь, за интересную беседу. Напоминаем, у нас в программе был проректор Одесской Духовной Семинарии и протарей Андрей Николаиди. Наша программа подошла к концу, и мы прощаемся с Вами, дорогие телезрители. Пусть хранит Вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова